Приветище! Как ты думаешь, а чё я здесь делаю? Действительно. Ладно, давай, пока. Я пошёл. Ты чё, ещё здесь, что ли? Расскажу тебе, чем я тут занимаюсь. Короче, попался мне на глаза один комментарий, что якобы на щите можно кататься. И это называется серфинг на щите. Хорошо, давай с разбежища. Ну, ещё. Чёрт, так и параплан распускается. Боюсь, такими усилиями я только гроздь кирпичей здесь на поляне отложу. Я не знаю, может мне трава мешает. Покосим её, что ли? Ладно, попытка номер 3222. Ты это видишь? Нифига себе! Вот это круто! Спасибо, чувак, тебе за годный коммент. Посылаю тебе воздушное сердечко. Ищи его под своим комментарием. Ладно, закрепим успех. Погнали! Ту-ту-ту-трин-трава-твора-та. Моё колено. А-а-а. Блин, чувак, а чё ты мне не сказал, что от этого серфинга щиты ломаются? Придётся кучу щитов с собой таскать теперь. Типа-типа-типа-типа. Это, конечно, не петух, но попробовать стоит. Так, воробушки, а ну отошли. Мне нужен аист. Аист, иди сюда. Чёрт, спугнул его! Что едят лошади? Морковку, траву, сено. Ну и яблоки. А ещё фигово, когда ты коротышки не можешь достать с дерева яблока. Но! Обычно у коротышек очень большой меч. Иго-го, бро! Чё, давай дружить. Будешь моим лучшим другом. В комментариях написали, чтобы я с тобой задружился. Так что, как насчёт яблок? Говорят, кони много едят, так что вот тебе пять яблок. Вот это чихуахуа! Сразу смо... О, у нас любовь, походу. Конягу ли понравились мои яблочки? Такое ощущение, что я играю в какую-то ферму. Э, конь! Яблоко последнее съешь? Вот ты жулиен, а! Мычи, мой иго-го, бро, быстрее ветра! Всё! Приехали! Сломался конягула. Эй, 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 чё происходит? Земля дымится! Небеса краснеют! Чё за вещи происходит? Меня кто-то кричал. Линк! У меня чё, опять глюки? Линк! А, это опять ты. Будь осторожен! Я стараюсь. Наступила кроволуние. Летишкин корень. Чары Ганана теперь особенно сильны. Ах ты, Гаунан. Души монстров, витавшие над землёй, вернулись в свои тела. Вот он, Четырюга! А, я их, понимаешь, ходил, долбил. Линк! Чё надо? Будь осторожен! Легко тебе говорить, а ты попробуй сама. Экзорсизм в деле. Здрасте, я ваш дед! И свин потрясён так, что получил перелом черепа. Отведай стали рылом! Вот это пощёчина! Прям как в настоящем блокбастере индийском. Чёрт, мажу. О, пупок залетел. Эй, конягула, тихо, тихо, тихо. Ты чё, не видишь, куда меня везёшь? Ах, опасно было, чуть не соскользнули. Копыта не держат. Будь осторожней, Линк, говорила она. А я чё, а я ничего. Подумаешь, без страховки на высоту 24-этажного здания поднимаюсь. Эти башни тебе помогут, Линк, говорил мне дед. Который, чтоб его, улетает по воздуху. Наконец-то я забрался сюда. Благодарю вас, что плюнули на планшет мне ещё раз. В общем, нам пришлось с тобой немножечко отклониться от курса двух гор. Всё ради того, чтобы я залезть на вышку и открыл вот эту вот карту. Ах, да, ещё мне дали локатор. Теперь я могу искать святилище при помощи него. Ладно, всё, помчали отсидого. Пора уж добраться до тётушки импы. Мычу, я, значит, такой мычу в сторону двух гор. И гляжу, кто-то по мосту такой. Тяп-тяп, чап-тяп. Думаю, чё это за перец? Привет! Нифига себе, человек на коне. Первый живой человек. Я до этого только свиней видел на конях. Чувак, дай поговорим. До конюшни речная добраться непросто, по крайней мере пешком. Но я-то на коне, у меня конь есть. Лучше сесть на лошадь, взять карту и вперёд. Первый мой человек, и он оказался к эп-очевидностью, чтоб его. Проводил путника взглядом, пожелал ему доброго пути. Ну, конечно же, про себя. Перебираясь через мост, я заметил, что мой локатор стал странно пикать-пиликать. Оказалось, что вон на том островке есть святилище. На самом деле, святилищ было два. Одно было вон там вдалеке, но до него было топать очень долго. Мне было лень мочить свои ножки, поэтому я решил перебраться на тот остров при помощи стазиса и своего щита. План заключался в следующем. Когда дерево патало, нужно было поймать его в стазис. После его отколошмарить, взобраться на него и полететь. Ну, по моей логике, это должно было работать так. Но, как ты видишь, всё пошло не по плану. Вырубил пол поля на деревьях. Решил попробовать на лежачем бревне. Первая часть плана реализовалась удачно. Теперь осталось только взобраться на него и полететь. Ща полечу! Я готов! Твою ж налево. Как говорится, первое бревно комом. Так что попыточка номер два. Поехали! Мама! Ой-ой-ой-ой, если я сейчас приземлюсь, мне будет хана одно сердечко. Срочно-срочно надо чем-нибудь захомячиться. Ух, какое расслабление. Я чуть не забыл про парашют. Цветочная отмель. О, смотри, вилы. Эй, ты чё делаешь? Не топчи цветы. А ты ещё кто такая? Я посадила цветы вокруг святилища. Пожалуйста, не топчи их. А, это значит ты, эта сумасшедшая тётка, да? Цветы не топтать. Новая миссия. Капец, ты посмотри, она всю поляну засеяла цветами. Полюбуйся цветами. Я сажала их с любовью. Блин, по-моему, она сумасшедшая. Хорошо, будь твоя воля. Но если цветы будут преграждать путь мне к святилищу, то пеняй на себя. Здрасте, я ваша мама. Ты откуда здесь взялся? Он пошёл вон. Кстати, тут же вилы прямо в центре цветов. Как их достать? Вот это проблема. Может, аккуратненько как-нибудь протиснуться, я не знаю. А чё если цветы скосить? Я же их не буду топтать. Не, не прокатит. Пожалуйста, не топчи цветы. Им ведь очень больно. Блин, я чувствую себя каким-то говнюком. Фиг с ним, с этими вилами. Пойдём лучше сразу в святилище. Интересно, мы здесь пройдём? Это, кстати, сорняки или цветы? Не, это цветы. О, господи, один цветочек, всего один цветочек. Столько раз. О, чувствую, сейчас будет мне хана. Я столько раз тебе говорила. Мне кажется, что из неё сейчас демон выйдет. Почему ты не понимаешь? О, всё, в неё демон вселяется. День за днём я сажала эти цветы снова и снова и снова. Ты обижаешь их. Ну, ты прости меня, если чё. Я ж не знал что-то того. Во имя цветов. Чё-то мне это не нравится совсем. Я накажу тебя. Что, что, что она сделала? А, моё хп. Одно сердечко, снова. Она меня избила. Аккуратненько, цветочечки, не бойтесь, я вас обойду. О, вы-то как раз вовремя. Сейчас я на вас вымещу свою злобу. Вы не представляете, что мне пришлось пережить. И я теперь в жизни ни на один цветок не наступлю. Кстати, после того, как она мне по голове надавала, я понял, как достать эти виллы, не трогая цветы. Просто нужно было их примагнитить, господи. Сколько геморроя из-за обычных фермерских вилл. Я-то думал, они какие-нибудь боевые. Здесь надо очень аккуратненько, спокойненько. Не кипишу, вот так. Прошли. Салаути, господи, я под землёй. Я подальше от той стрёмной тётки. По течению. Светилище Хиллорао. Ну, здесь всё просто. У нас есть функция заморозки. Сейчас мы сделаем голыбу льда. Просто взберёмся на нё. И полетим отсюда на парашюте. Вот так вот. Здесь чуть посложнее. Надо будет побольше позамораживать. О, смотри, сундук спрятался. Сейчас мы его примагнитим. Иди сюда, хорошенький мой. Посмотрим, что ты в себе спрятал. Опал. Красивый хрустальный минерал. Следующая комната имеет у нас перегородку. Течение по кругу. Вижу сундук. Но примагнитить его не могу. Сделаем тогда вот так вот. Ледяная стрела. Пять штук. Ну, вот, собственно, и всё. Преграду мы преодолели. Осталось только взорвать вот эти блоки. Ну, вот и всё. Светилище пройдено. Просто изи-бризи. Ой, нет, опять эти цветочки. Наконец-то, наконец-то мы доскакали до этой деревни. Какарика. Ммм, да тут так живенько, смотри. Люди, наконец-то. Сто лет целых не видел живых людей. О, это типа ниндзя. Я не уступлю. Серьёзный дед. Я бы даже сказал, опасный. Пойдём к ним потрещим. Дедуль. Здрасте. А, чё? Меня, что ли? Слушаю. Парень, ты лицам не знакома. Давай, дед, грузи Windows. Вспоминай. Да, точно. Как две капли воды. Ты похож на героя, который пытался остановить великое бедствие много лет назад. Ну, вообще-то это я и есть. Что? Ты есть тот герой? Ну, ты и шутник. У того-то героя был легендарный меч, сокрушитель зла. По крайней мере, так гласит легенда. Кстати, герой каждый день учился фехтовать прыть морковкой. О, господи, началось. И ел он только прыть морковь. И закалял свою волю, нюхая прыть морковь. И в туалет он тоже ходил прыть морковью. По крайней мере, мне так дедушка рассказывал. В общем, заканчивай со своими шуточками. Лучше будь, как тот герой. И грызи морковку. Прыть морковь. Этот вид моркови выращивают главным образом в деревне Кокорико. Говорят, блюдо с ней укрепляет ноги, позволяя быстрее передвигаться. Если хочешь морковки, загляни в лавку к моей старушке. А если хочешь стать сильным, как легендарный герой, я могу дать тебе пару советов. Не, дедуль, я, пожалуй, лучше пойду. Лавка с морковкой. Похоже, что дед говорил именно про эту лавку. Бонжурну. Ух ты, сколько у вас здесь прикольненького. Добро пожаловать. Бабуль, я, пожалуй, у тебя куплю морковки. Прыть морковь? Сколько хочешь взять? Ну, денег у меня немного, я же бомжонок. Давай четыре морковки. За четыре штуки из тебя шестьдесят четыре рупы. Спасибо, сынок. Дед будет доволен. Угу, еще бы дед знал, что я хочу с этой морковкой сделать. Ух ты, сердце богоблина. Козье масло. Яйцо. Но это все мне пока не нужно. О, смотри, это же парковка для коней. Тут вон яблоки везде рассыпаны. Чуваки, а вы что шарахаетесь от меня, а? Я где-то... Петух, иди сюда. Мне про тебя столько рассказывали. Твою ж налево, господи, что я с ним делаю? Погоди, я же теперь по идее могу летать как на параплане с ним, да? Короче так, Петух. Если ты меня не удержишь, то мы убьемся с тобой вдвоем. И это будет на твоей вине. Я потом тебя зажарю и съем. Понятно тебе? Святые петухи, несите меня как перо. Хо, я парю. Нифига себе мощные петухи здесь, а? Вот это круть. Иго-го, бро, давай припаркуемся. Тебе тут яблочко наложили, так что если что, кушай. Ну все, тяпаем к этой имбе, или импа, как ее там зовут? Ух ты, девочка. Привет, красавица. Парень. Ты что, парни что ли не видела? Кто из нас в туалет проспал, ты или я? Ой, это ведь у тебя камень Шика. Это про тебя говорила бабушка. Ты Ли-Ли. Ли-Ли? Я не забыла, просто очень волнуюсь. Я па-па-па-па-па-па-па, я пая. А, а то я уже думал тебя папайя зовут. Ох, сказал все-таки. Извини, я от волнения даже свое имя еле выговорила. Бабушка мне с самого детства о тебе рассказывала. Входи, и она очень долго тебя ждала. А, наконец-то ты проснулся. Много воды утекло с тех пор. Я сильно постарела. Но ты ведь узнаешь меня, верно? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok